Инициатива открыть школу творческого развития в Сочи принадлежит в первую очередь руководству города, заявили на совещании. В настоящее время Хабенский в поиске подходящего помещения. Он приехал в Сочи специально для этого. Мы готовы рассмотреть, тем более, город Сочи. И приехали, будем смотреть. Я, так же, как и вы, хочу увидеть готовность. И после этого даю отмашку, и мы начинаем работать. Все очень просто. Сейчас мы дальше едем смотреть помещение. Мы найдем, у нас есть отремонтированные хорошо дома, культуры, театры. Исключительно не только зимние. Сейчас надо будет. Но то, что у нас, я гарантирую, что у нас этот проект будет, это точно. Потому что для любого мэра это очень важно. Потому что это еще одна возможность. У нас там 300 детей. Но сделать счастливыми. На бытхи хорошие. И надо его использовать. Это рядышком, центр практически. У нас тот же самый дом культуры. Юбилейный. В Адлере. Значит, дом культуры. Это все. Надо все это использовать. Свою первую студию творческого развития Константин Хабенский открыл в 2010 году. Сегодня их уже 13 в 8 городах России. Дети от 10 до 15 лет изучают актерское мастерство, посещают театры и выставки, участвуют в творческих встречах и мастер-классах. Кстати, обучение для ребят, прошедших кастинг, бесплатное. Где будет располагаться школа Хабенского в Сочи и на каких условиях будет работать, станет ясно совсем скоро.